Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Украине. Вот, карта боевых действий, сами все видите своими глазами. Все горит синий-красным огнем. Бахмут идут бои, Авдеевка идут бои, Маринка идут бои, Углидар идут бои. И вот, зачитаю сводку новостей, что происходит под Сватовой Кременной. Битва под Сватовой Кременной достигла своей кульминации. Так, Сватова Кременная, вот эта линия. Армия РФ пыталась атаковать, вот видно, красно-синим горят огни, эти точки. Но не хватило, видно, как сказать, мотивации, и все заглохло. Все стало колом, в СУ организовали плотную оборону. И вот здесь подробнее, что пишут. Российское наступление провалилось на Сватово Кременной. Российские попытки наступают по линии Сватово Кременной, вероятно, достигают своей кульминации. А население постепенно готовит новости о потере РФ-инициативы. Кончилась, да, инициатива. И вот здесь подробнее, что пишут. 4 марта российские войска продолжили наступательные действия в районе Кременной. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Невского, это 17 км к северу от Кременной, и 33 к югу от Кременной, в районе Григоровки, Белогоровки, Спорного и Веселого. Российский военковск утверждал, что российские войска вели штурм в направлении Макеевки, 22 км к северу-западу от Кременной. Вообще направления у них были, вот по карте покажу, вот сюда, по всей этой линии, но все заглохло. Сейчас последняя информация, уже стабилизировалась ситуация, и в СУ, я думаю, скоро сами танки подойдут, и все. И в наступление уже все прогнозируют, что ВСУ сейчас через месяца-два сама пойдет наступление и освободит эти все свои территории. Так, и вот еще про Бахмут. Так, подробнее. Украинские военные перехватили инициативу в Бахмуте. Сейчас я покажу, вот он, многострадальный Бахмут. Как бы уже информация, что вроде бы все, пора сдаваться. В СУ срочно надо уходить сюда, в район Славянска. Но пишут, нет, не сдаются бойцы ВСУ. Бои будут проходить по сценарию ВСУ, пишут. Видите, это белорусское издание. Российские оккупанты продолжают совершать наступательные операции вблизи Бахмута. Однако, в ближайшее время им не удастся ни окружить, ни захватить город. Аналитики указывают, что 4 марта захватчики провели одну ограниченную атаку, и в очередной раз потерпели неудачу. Пишут, да, что ВСУ контролирует сейчас и центр Бахмута. Ну, правда, сложно еще. ЧВК Вагнера привлекла свои передовые подготовленные элементы, чтобы опираться в этом районе. И вот пишут, что Бахмут пытается, пытается, но пока еще все под контролем ВСУ. Российские оккупанты несут значительные потери в время продвижения в районе Бахмута. Оценка украинцев относительно того, что они смогут заставить атаки РФ завершиться вблизи их текущих позиций, сбалансирована с риском потери доступа к основным путям отвода. Вероятно, что будет управлять решением остаться или отступить. В общем, такая ситуация сложная. Ну, вот пишут, что массового отвода украинских войск Бахмута пока нет. Есть плановые ротации, заявил спикер ВСУ. Так, об этом заявил Сергей Череватый. Что в Бахмуте не происходит массовый отвод украинских войск, но есть плановые ротации. Так, бои идут сейчас в основном на окраинах, а сам город контролирует силы обороны. Бойцы ВСУ, горно-пограничные, госпограничные службы и Насгвардии. Так что вот, пока еще Бахмут под контролем ВСУ. Пригожин заявил об откате фронта до границы РФ в случае поражения под Бахмутом. Сейчас ознакомлю, что Пригожин заявил. По словам главаря наемников, если ЧВК Вагнера придется отступить от города, то ВСУ продает фронт до российских границ. В общем, Пригожин пугает командование РФ, что в общем зэки, мобики и они тут все решают. Если сейчас они отойдут, то ВСУ полностью опять возьмет под контроль всю эту часть городов. Практически все эти попытки окажутся бесполезными для армии РФ, которые она предпринимала последние где-то три месяца. Оступление ЧВК Вагнера от Бахмута придет к тому, что фронт посыпется. ВСУ перейдут наступление, выйдут на границу с Российской Федерацией. Ничего себе, так они выходят не то, что выйдут, а уже и на границе могут, они вообще полностью освободят, даже можно сказать, Луганскую область, да и может Донецкую даже. Так что Пригожин хорошо пугает Путина. Если сейчас мы, Вагнеровцы, отойдем, вам будет кирдык. В общем, все, будет полностью зачищена Донецкая и Луганская республики. Такое заявление в своем видеобращении сделал главарь Вагнеровцев Евгений Пригожин. Он сказал, если ЧВК Вагнера сейчас откатывается от Бахмута, то в истории происходит следующая ситуация. Фронт посыпется до самых российских границ, а может и дальше. В общем, ситуация будет не сладкая для вообще всех формирований, военизированных, которые защищают интересы России. И если сейчас произойдет такая ситуация, это будет эффект пружины. В результате ВСУ смогут войти на территории так ЛНР, особоид Луганск и другие населенные пункты. Ай, вот в чем дело. Понимаете, сейчас пишут, что да, Пригожину перестали давать боеприпасы. Им, ну, невозможно воевать стало. Не будешь автоматами и саперными лопатками воевать. А если сейчас такая ситуация, они возьмут и уйдут. И теперь ВСУ, все, пойдет наступление. А кто это будет защищать? Некому центр. И они до Луганска прямо и пойдут. Вот Луганск, станица, столица ЛНР. И все, прямо на Луганск и пойдут ВСУ. В общем, да, хорошие новости от Пригожина. Потери армии РФ сейчас нереальные, я скажу. Почти 1000 человек. 153 120 из них, 930 ликвидированы за последние сутки. Ничего себе, почти 1000. Танков плюс 5, БТР, БМП плюс 9. Да, большие потери у них. Так, альтериерий 12. Потом что еще? Так, вот, беспилотников 5 штук сбили. Ну, вот они все, графика. Посмотрите, 153. Я говорю, уже за 150 уже все покатило в день почти там 700, 800, даже 930. Вот, все эти потери. ВСУ тоже нереальные, огромные потери. Просто сейчас Зеленский не афиширует, сколько у него потери. Думаю, примерно тоже где-то в районе 130. Тоже где-то потери тоже. Может, чуть меньше, но тоже огромные потери. И вот еще Соловьев, пропагандист, заявляет. Все пошло не по плану. Пропагандиста Соловьева едва минуснули под Углидаром. А, его заслали туда, Углидар, поддерживать боевой дух армии России. И его там чуть не убили, и снарядом не накрыло. Съемочная группа упала под альтерийский обстрел. Напуганный пропагандист с ним смог собраться. Ну да, вот сам понял, что такое война. Моментально могут убить, и все. Так что, говорю, Соловьева вон там чуть и голову не снесло. Скандал со снарядным голодом, огромными потерями подразделения оккупантов под Углидаром стал настолько резонансным, что захватчикам прислали пропагандиста Владимира Соловьева. Ну да, там была информация, что у них не хватает снарядного голода есть, то есть не хватает боеприпасов. Соловьев полетел срочно наводить порядок. Типа пропагандист, мы все, ситуацию разрулим, снаряды пришлют. И вот, проект этого Соловьева под Углидаром распорядился отправлять лично глава российского генштаба Валерий Герасимов. А, Соловьева отправил лично сам руководитель Герасимов. Пропагандисты должны были сопроводить на окраине города для правдоподобия его сюжетов. После публичного скандала из гигантских потерь морпехов, морпехи, да, там полигли, 155-й бригады, было принято решение поддержать боевой дух подразделения. В качестве подарка им решили организовать визит Владимира Соловьева. Санкции на приезд подписывал лично начальник генштаба. В общем, он, да, Соловьев там, думал, им поможет, как бы, все, репортаж сделает. И страна чуть не потеряла главного пропагандиста. Все пошло не по плану. А, и вот здесь была бумага, что все, типа, посылаем тут подписи, все, печати. И вот, Соловьев чуть не погиб, пишут, да. И он там испуганный, речь его была смазанная. Съемочной группе пришлось после обстрела в БСУ в короткий срок слепить отредактированную версию вдохновляющих кадров с бесстрашными морпехами, которые идут на штурм без всякой террористской поддержки. А, в общем, идите с автоматами, с пулеметами, с пистолетами, но артиллерии, авиации, ничего, дронов не будет. Прямо на убой вперед. Ну, и Соловьев пытался, да, мы там не боимся, мы пойдем на штурм. Ну, и, в общем, вот, и сам чуть не погиб бродяга. А погиб было бы еще и даже прикольнее. Люди поняли, что такое война это, уже это не шутки. Такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. До новых встреч.